Доброе утро! Мы сегодня приехали в хутор Ленина. Здесь провожают мастерницу, песни поют, танцуют, играют. Коза замечательная, какой медведь, дети играют в разные игры. И мы тоже сегодня поправили. Пять человек! Небольшой хутор Ленина в Аксайском районе. Население не более пяти тысяч. Очень многонациональное, но какие дружные. Живут одной семьей и очень любят и гордятся своей малой родиной. У многих хуторян ни одно поколение живет здесь и никуда выезжать не собираются. Работы утрастят детей, отмечают праздники. И в горе, и в радости всем миром. А сегодня весело провожают зиму. Так, три давай, ты участок только подержишь такой. Давай, три есть, три, четыре есть, пятая есть. Раз, два, три, четыре, пять. Все, пять человек, все, ушли. Это моя дочка Жена. Спасибо, Игорь Топор. И скажите, у вас хутор очень дружный? Конечно, очень дружный. Вы каждый год ходите на праздник? Ну, мы стараемся практически, да. У нас много праздников. Мы отвечаем всем, радуемся, веселимся. Рук-рука поздравляем. Давно же летит здесь. Да, до возвращения. Это ваш ваш хутор и боже на родной купол. Да. Наш папа отсюда. Наш папа. Поешьте, сухо. Помаши, пожалуйста. Давай, помаши. Помаши. Да. Привет всем нашим родным и любимым. Привет. Несмотря на не очень располагающую погоду, ни снег, ни солнце. Весьма прохладно, да и пасмурно. Настроение у хуторян прекрасное. Зима-то подходит к концу. Детвора с радостью участвуют в каждом конкурсе. А взрослые пробуют блины. Ведь это главное блюдо масленицы. У каждой хозяйки свой рецепт. Но и детвора не отстает. Между конкурсами можно и подкрепиться. Девочки, вкусные блины? Очень. Вкусные блины? Да. А мама дома печет? Какие вкусные? Здесь или дома у мамочки? Дома, молодец. Покатай, папкушенька, а ну помогите ей. Подолгайте сами. Скажите, кто хозяин вино. Вот эти пекли. Это дети пекли? Это родители, да, это школа. Это школа все выставила, да? Вкусные вы пробовали? Ну, как вы думаете, мы уже сколько съели. Это правильно. Каждый год масло печать. А дома готовите? А есть какой-то свой рецепт? Ой, вы знаете, я последний раз в интернете в одноклассниках нашла рецепт блины жирные, чтобы с дырочками были. Получились? Да, удачные. Блины вкусные, однако съедались не просто так, а со значением. Школа, детский сад, библиотека и даже храм во главе с батюшкой все участвовали в конкурсе на лучшие блины и защиту своего стола. И не важно, кто победил. Блинов и веселья хватило всем на праздники. Конечно, в этом году все конкурсанты поразили своей изобретательностью. Было очень трудно жюри принять решение. Мы долго спорили, кому же какое место присудить. Но в конкурсе есть конкурс, победителей пришлось определить. Значит, за участие в конкурсе мы награждаем Ленинскую сельскую библиотеку. У-у-у! Аплодисменты! Прощай, широкая Масленица! Прощай, зима! Здравствуй, весна! Сырная неделя подошла к концу. Закончилась Масленица. Ну что ж, впереди уже весна. Зима подходит к концу. И вот замечательное это чудо унесут до следующего года, чтобы снова устраивать игры, песни, танцы. Здесь было весело на охотере Ленинском. Если захотите устроить себе праздник, приезжайте сюда на Масленицу. Ну, а вы уже через год.